Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В общей сложности налоги платили 272 тысячи человек. Те, кто не исполнил свою обязанность, могут столкнуться с судами, удержаниями заработной платы и со счетов с арестом имущества. Сведения о долгах по налогам можно получить при посещении налоговой инспекции или МФЦ через интернет-сервис личный кабинет налогоплательщика, а также на портале госуслуг или на сайте службы судебных приставов в сервисе банк данных исполнительных производств. Программа Экономика. В Кирове наказали женщину за оформление на ее паспорт фирмы-однодневки. Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летней жительницы областного центра. Ее наказали за предоставление паспорта за деньги, чтобы на нее зарегистрировали фирму. При этом женщина осознавала, что от имени данного юридического лица осуществлять предпринимательскую деятельность она не будет. Будет являться лишь номинальным руководителем. По решению суда ей предстоит 190 часов обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре Кировской области. Экономика. На 101 АФМ. Далее информация от наших партнеров. Современный мир стал очень ярким, а покупатель в нем капризным. Он не купит вещи, которые не видит и не зайдет в магазин, где темно и душно. Можно потратить огромное количество сил на изучение мерчендайзинга, выложить товар по всем его канонам, но не добиться нужного результата. Потому что, как говорят специалисты, половина успеха здесь – это правильный свет. Есть множество примеров, когда, сделав только один шаг, поменяв освещение в торговой точке, предпринимателю увеличивали продажи на 30 и более процентов. При этом экономия на свете приводила к обратному эффекту. Учитывать при этом важно все – не только подсветку витри, насвещенность товара, но и подобранную цветовую температуру, зонирование, равномерность засветки и так далее. Важно понимать, на какой высоте стоит размещать светильники и под каким углом. Все это создает комфортную атмосферу в магазине. И, ощущая ее, покупатель решает остаться там и сделать покупку. При этом как каждому покупателю нужен индивидуальный подход, так и каждому товару нужен свой свет. Разобраться во всех особенностях правильного освещения, избежать распространенных ошибок и сделать товар привлекательнее. Кировским предпринимателям помогут в магазине световые решения. Он находится на Маклина, 36, телефон 705-520. Экономика. Ну а в завершении о валютах. Курс доллара на сегодня 76 рублей 4 копейки. Американская валюта подорожала за сутки на 27 копеек. Евро, наоборот, снизился на 3 копейки и стоит 86,86. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.